Я Трэджин Лэнген, 6 лет играл в ЦСКА, и это моя правила жизни. И это были прекрасные 6 лет с двумя победами в Евролиге, битвами в финалах четырех, российскими титулами, чемпионатами и кубками. В общем, мои 7 лет в России получились просто великолепными. Я познакомился с огромным количеством людей, которые остаются моими друзьями по сей день. Здесь я встретил свою жену, которая открыла для меня дверь в русскую культуру. Я начал изучать ваш язык, от которого я получаю большое наслаждение. На мой взгляд, это один из самых красивых языков мира. Конечно, за эти годы я как следует изучил Москву. Это великолепный город, по которому я скучаю и куда я с удовольствием возвращаюсь. Я сидел вот здесь, в углу, где место Нандо. Только сейчас тут 4 шкафчика, а было 3. Мой шкафчик был вот здесь, а еще один шкафчик был тут. Теперь стало посвободнее, а раньше было довольно тесно. В общем, я был здесь, рядом сидели Тео Папа Лукас и Матиеш Смодиш. А тут был Томас Ванденшпигель. Огромный парень, ростом 2,15. Поприжали меня с разных сторон. Но для командного духа это было здорово. JR был вон там, второй шкафчик от входа. Вроде бы далеко, но мы с ним были безумно близки. Думаю, это было важным фактором нашего успеха. Мы могли прийти в раздевалку, пошутить, подурачиться. Но на площадке мы думали только о победе и знали, что всегда придем друг другу на помощь. Не только как игроки, но и как люди. Мы уважали друг друга и старались получать от жизни удовольствие. Наша связь на площадке начиналась за ее пределами. У нас были схожие ценности. Мы верили в семью и в уважение. И, конечно, на площадке мы оба лезли вон из кожи. Также мы старались заряжать позитивом остальных ребят, вести их за собой. Хотя лидеров в ЦСКА всегда хватало. Ведь сюда приходили, чтобы бороться за чемпионство. Одним словом, это были потрясающие шесть лет. Оба чемпионства в Евролиге стоят особняком. Эти воспоминания навсегда в моем сердце. Первая победа была очень памятной, потому что до этого у меня уже был опыт поражения в финале четырех. Сперва в НСА и в составе университета Дьюк на выпускном курсе. Потом в Евролиге с Бенетоном я проиграл золотой матч в Барселоне. В 2006-м была моя третья попытка. И никто тогда не верил, что ЦСКА обыграет Макаби, который собирался взять титул в третий раз подряд. Наша победа стала шоком, и добыли мы ее с огромным трудом. Тогда я испытал невероятный поток эмоций. У нас была отличная команда, великолепная химия. Повторюсь, в нас тогда никто не верил. На пражских трибунах бушевало желтое море. 2008-й год тоже был особенным по-своему. Вновь победить Макаби второй раз за три года, взять титул МВП, выдав один из лучших матчей в карьере. Естественно, такое не забывается. Причем это произошло всего через пару месяцев после рождения моего первенца. Это, пожалуй, два самых ярких воспоминания. Но вообще их осталось бесчисленное множество. Каждый выход в финал четырех, дух соперничества, который там царит, это по-настоящему круто. Благодаря Мессине я многое узнал о себе и стал лучше как игрок. Да, с ним бывало тяжело. Он ждет от своих игроков только лучшего каждый день. Каждый день от тебя требует по максимуму. По ходу сезона это очень трудно, но именно это делало те команды великими. Целеустремленность и жажда побед. Он воспитал это в нас. Последний год был тяжелым. Наша команда играла не столь успешно, как я к тому привык за годы выступления в ЦСКА и других европейских клубах. У нас тогда сменилось три тренера, три разные системы. Три раза мы перезагружали физику. Для тела это было настоящее испытание. В общем, очень непростой сезон. И решение об уходе тоже было крайне непростым. У меня была хорошая карьера, 12 лет в профи. Дома меня ждали дети и жена, и я хотел приберечь свое здоровье для них. Если затянуть с этим решением, то закончишь с множеством травм. А мне хочется играть в баскетбол со своими детьми, когда они подрастут. Возвращаться на площадку меня совсем не тянет. Иногда я беру в руки мяч и получаю от этого большое удовольствие. Но ностальгия по былым дням возникает только, когда приезжаю на Финал Четырех. Спасибо за все. Удачи. И I'm Trajan Langdon. Пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok